На публичных слушаниях обсуждалась отмена прямых выборов главы Дмитровского муниципального района и приведение устава района в соответствии с законом Московской области номер 60. Этот весьма противоречивый закон был принят депутатами Мособлдумы еще в мае 2016 года и отменил любые выборы глав муниципалитетов, за исключением городских и сельских поселений. Теперь глав муниципалитетов и муниципальных районов будут назначать по конкурсу. Эта новая структура выбора будет действовать только по истечении срока полномочий уже действующим на данный момент, на момент принятия этого нового решения, органах местного самоуправления. По новому закону главу поселения может выбирать население на прямых выборах либо депутат из состава Совета депутатов. Какой из способов предпочтет поселение решает действующий Совет депутатов. Районный Совет депутатов будет формироваться из депутатов и глав поселений. Новая схема назначений и выборов местного самоуправления вступит в силу после истечения срока полномочий действующих глав. Срок полномочий главы Дмитровского района Валерия Гаврилова истекает в 2019 году, а районного Совета депутатов в 2020 году. Следовательно, с 2019 года глава Дмитровского района будет назначаться конкурсной комиссией. В ее состав войдут местные депутаты и представители Московской области. Елена Кичкина подчеркнула, что Московская область директивно обязала депутатов районного Совета привести устав Дмитровского района в соответствии с законом Московской области номер 60. По ее словам, в случае отказа от внесения изменений в устав районных депутатов и администрацию могут наказать и обвинить в бездействии. Председателя Общественного Совета Дмитрова Наталья Баршева заранее отправила в районный Совет депутатов официальное обращение. В нем она сообщила о многочисленных противоречиях областного закона с Конституцией России и федеральным законом номер 131 о местном самоуправлении. В частности, закон нарушает положение статьи 12 Конституции России, согласно которой в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. В федеральном законе оставлена возможность выбора варианта формирования Совета депутатов и выбора главы муниципального района. А в областном законе сам губернатор сделал выбор за все муниципалитеты и в директивной форме сказал, что Совет депутатов только так, а главу только так. И мало того, пунктом 2 статьи 10 областного закона, он ставит закон Московской области выше федерального закона, выше Конституции. То есть, там говорится о том, что если вы не приняете вот такие нужные изменения в устав, то все равно будет действовать 60-й областной закон. Наталья Баршева предложила районному совету депутатов не вносить изменения в устав и подать обращение в Мособлдуму и в областной суд для устранения нарушений Конституции России и федерального закона номер 131. Также Общественный совет считает, что публичные слушания проводятся Советом депутатов в неудобное для населения время в 11 часов утра и предложил перенести время последующих слушаний на 5-6 часов вечера. После жарких дискуссий председатель районного совета депутатов Василий Баринов обещал рассмотреть все поступившие предложения и объявил, что публичные слушания признаны состоявшимися.